МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детский археопарк и велодорожки. Кроме того, у озера появится новое название – «Молодежная», в честь улицы, вдоль которой оно находится. Разработчики уверяют – это первая набережная такого формата в стране. Этим летом начнется благоустройство и набережной реки Канда-Вураи. На огромной территории в 22 гектара каждый найдет себе занятие. Здесь и спортивные зоны, и смотровые площадки, и даже места для дрессировки собак. Дизайн-проект этой территории также стал одним из победителей всероссийского конкурса на лучший проект – создание комфортной городской среды. Город уже получил грантовые средства. В этом году идея будет реализована. При благоустройстве набережной было проведено очень серьезное социокультурное исследование, проведено рейтинговое голосование, и очень многие жители высказывали свое мнение о том, что необходимо включить в этот дизайн-проект, какие необходимо включить мероприятия или площадки для той или иной категории людей. Место притяжения появится и в Нягоне. В центре города разрастется настоящий лес культуры и отдыха. Проект, который прошел 15-летний путь от идеи до победы в федеральном конкурсе и совместил в себе современные дизайнерские тенденции, исторические ценности и максимальную функциональность. На сегодняшний день проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Проведен аукцион, определен подрядчик. В настоящее время ведется процедура заключения муниципального контракта. Подрядчик приступит к работам в 20-х числах. Скейт-парк, веревочный парк, трассы для тюбингов, гостевые домики и даже мост. Проект сложный, конструкции нетипичные. Одна из главных задач – сохранить зеленые насаждения на участке в полсотни гектаров. Первые строительные работы уже начались. В следующем году преобразится до неузнаваемости набережная Коголыма. Величавые ели, сосны, чистый воздух, тишина и умиротворенность. Набережная реки Ингуягу – на дно из любимых мест жителей. Проект по благоустройству ждал своего часа три года. И уже в скором времени на этом месте появятся современные игровые комплексы, спортивные площадки и веревочный парк. Любому человеку будет приятно, что у тебя появилась новая благоустроенная территория, где ты можешь привести свой досуг со своей семьей, пойти со своими детьми прогуляться на новой детской игровой площадке. Интересной, современной. Также посмотреть на набережную. За время существования федерального проекта формирования комфортной городской среды только в Югре было облагорожено более сотни общественных территорий. Какие проекты будут реализованы в регионе в ближайшем будущем – решать нам. Голосование проходит на портале 86-городсреда.ру. Субтитры создавал DimaTorzok